Заехал на заправку на Газпром Слив топлива придется подождать Поменял карту памяти Решил заправиться здесь, чтобы не терять время Заканчивалась карта памяти Думал, блин Теперь надо ждать пока это Заправились Затарились немножко Можно дальше двигаться Заканчивалась Вот почти полный Полил с 30 литров До Новосибирска, по-моему, около 80 литров осталось Может поменьше В Новосибирск заезжать не будет Блин, надо было перестроить навигатор В Новосибирске В Новосибирске В Новосибирске В Новосибирске Покажем Монави кратерий ОС До Омска навигатор показывает, что здесь 739 километров, но если получится доехать, то в Омск заезжать не будет, а нет, в Омск не получится проехать прямо, а в одной Омске придется ехать. Но доезжая до Омска километров 70, я говорил, что одно из самых лучших мест для Омска в России, если не самое лучшее, это мотель Омич. Но это в лучшем случае здесь трудоство проехать до темноты. Субтитры делал DimaTorzok Пробег на автомобиль 38 тысячи. Пробег на автомобиль 38 тысячи. Пробег на заднее правое и среднее правое, пожалуйста. Субтитры делал DimaTorzok Да, механическая коробка передач, высокопечная. Росток бензина на 100 километров. Проказовый с 490 километров. То есть движет в отличном состоянии. На какой дороге двигается, не знаю, потому что уже пошла у меня путаница. М-53, говорят, переименовали Р-265. Но тогда я не вижу дорожных указателей, какой трассе движет я. Главко дороги. Главко дороги. На троечку. Местами засладки. Швы. Рохот какой-то. Нет поселительного бойника между встречными движениями. Швы. Но обочина... К обочине нужно подходить очень осторожно. Снегает дистанционное время. Швы. Но снеговый порчик сравнивает обочину с этой... Что там? Нарыками, что-то, может быть. Швы. Швы. Я уже говорил об этом. И однократно, что даже большие яхтные юристы, не убедившись в том, что обочина крутовая, заезжали на снег и переворачивались. Такие моменты на моих видео, если внимательно обхадриваете, то такие моменты замечательные. Температура на улице много. Ну, видно даже по обочине. Одна из всех. Серый. Назрелая. Одна из всех. Серый. Назрелая. 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 Так, что дороги сухое. Даша проходит, как перемена, то подъема, то спуски, то уравненная... Уравненная часть. Полтавленная часть Закраничение скорости 90 В местах здесь 70 По 7-мм Это по всей вероятности будет В 8-й серии В 7-й серии Возвращение Установил ДПС Превышение скорости Но Договорили, человек нормальный И вот Момент на превышение тоже скорный Потому что я услышал Работу радар-детектора Радар-детектор Никак не отреагировал Во-первых А во-вторых Презупреждали Вельнобойщики на 15-м канале И я примерно знал, где он находится Поэтому Был предельно Осторожен Вот Он показал мне Что там стоял знак ограничения 50 А я ехал 69 Ну До 70-ти километров Ну До 70-ти километров Обходится Это повреждение Но там что-то не чисто было Я не стал так И поговорил Нормальный человек Поговорили там Про машины Вот эти слова Как автомобиль себя ведет Я сказал, что все хорошо Замечательно Только руль Для меня Я слишком мягкий Когда сказал ему Что вот Почитаю Форды Он аж Не подпрыгнул Аж вернулся У меня вид тоже Форд Я говорю, ну вот У меня Вполне устраивает Жесткость Руля на Форде Рассказал про Служебную Лада Приора Лада Приора На самом деле Это Метро с долтами Там нет метро Всеретеля у них Ну, наверное Пазовая консультация Рукается Сейчас у них Турбой автомобиль Надо Ну, последний выпуск Я Название не могу Не помнить Но Бум говорит, что Он о ней разгонялся Она после 200 км Когда Кого-то там Пустье Загоняли Очень хорошего мнения О последних Моделях Девчатского Автопрома Погода Облачная Временами Проглядывает Солнце Время Пока Не слепит Солнце Или В спину Или В левую сторону Не люблю я яркую солнечную погоду Приходится Приходится Щелиться Глаза Слезать Наверное У меня Светобоязнь Здесь Такая болезнь Светобоязнь Я не боюсь Я люблю Я яркую солнечную Дорога Светобоязнь 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 Скорость допустимая, но я стараюсь свыше 90 не ехать, даже экономичный, оптимальный режим это 75-80, ну, 80-85 я стараюсь держать. При такой скорости он такой расходный клиент, он неприемлемый, нормальный. Дело бы, конечно, неплохо, если бы завтра удалось доехать по модели. Не знаю, будем стараться как-то лучше, все зависит от обстановки на трассе. Если двигаться на восток, то это не довещает километров 70 до Омска. Вон находится этот помидж с обоих сторон, с левой и с правой. Ну, с левой стороны там более, может быть, стабилизованно, более развито. И заправка на левой стороне, в магазине все. Хотя с правой стороны тоже магазины ездят. Повторю в который раз, что проводясь в каждом путешествии, в каждую поездку. Подходите в рекомендации, советов, что это так, на любителя, скажем, кому не навязываясь. Сможете посмотреть мои видео. Я тоже турист, а у нас как путешественников. Я имею в виду оснащение автомобиля. На автомобиле установлен съемный видеорегистратор Акинорин. Навигатор X-Play с другими системами навигации. Navitel и iGo... Айго Праг. 2015 года обновления. Радар-детектор Z-Tronic. Маячок, который отслеживает передвижение автомобиля, направление, скорость и местонахождение на сайте GMAI. Спортфон я использую. У меня два смартфона. Один использую как диктофон. Также установлен в автомобиле еще один видеорегистратор. Каргам. Кириллицей Каргам написан. Ну, это для съемки мошенников на трассе, девочек на трассе. Ну, мошенников пока не встречал, по всей вероятности, на сезон. Попутчиков не беру. Кто бы то ни был. Ни мальчиков, ни девочек. Пусть не вертится, не обижается. Автомобиль зимой, чужой. Ну и потом, очень много информации от дальнобойщиков, от вышегрузов, о том, что брали Некто едет на автостопах, и то потом каких-то вещей не доставалось у них. То дробик пропадет, то другое пропадет. То есть движение автостопов по России, оно себя в какой-то степени диспетентирует вот такими попутчиками. Но я беру не беру все, не беру никаких. Для туристических поездок с семьей на автомобиле Шкода Папия можно при условии, что останавливаться на ночевку, на привал в эту июль модели гостиницы. Вдвоем ночевать на автомобиле это уже будет проблематично. Я достаточно эстетичный такой спартанский у меня спартанское отношение. Я себя чувствую довольно-таки комфортно. Вот отрезаю ну на все сто процентов. Одежда для вот таких поездок в холодной части России у меня с подогрева. все методы подогрева от аккумулятора я приобрел на лебоге. Очень много вариантов. Во-первых, нам дешевле, гораздо дешевле. Ну и разнообразные варианты нам предлагают. начиная от подогрева стелек глобов, от подогрева рукавиц, а также нательного грибья. грибья. Загревательные элементы можно пришивать нитками, но я засладил на клей. Вот клей, пистолет, вот здесь, который с клеевыми стежнями, стерпы пистолеты он так, чуть капнул, нормально держится. При стирке легко снимается. Аккумулятора батареи для подогрева у меня на курсе 6 секунд для подогрева. Смена батареи 6 штук. Батареи аккумулятора хватает на 4-3 режима подогрева. Сильность умеренной и слабой. На сильном режиме подогрева элемент разогревается, по-моему, градусов до 50-60. Ну, это жарко очень, очень жарко. Тем не менее, его хватает на 3-4 часа. Режим слабый подогрев, ну, самый низкий, значит, до 30-ти. 5-ти, может быть, 36-ти градусов не знаю. Вот, его хватает на 12 часов. Это одежда с подогрева, элементы для подогрева. Можно использовать автотуристам, автопротешественникам, рыбакам, охотникам и вообще тех, кто отправляется в холодные места России. Потому что, пока я не предскажу, например, в Сибири, но сегодня в такой, в седьмой серии, эта серия у нас будет восьмая, в седьмой серии там видно, как дважды начинался снежный заряд. Ну, это он крутит над регионом снежный заряд. дважды попадал снежный заряд. Ну, не в силе, но тем не менее. Так, продолжаю делиться своей экспировкой, которая мне необходима в дальних поездках. В дальние поездки это на трех с половиной школе. Алибабе купил интересную шапку. Она это рука, то есть не знаю, но с одной стороны здесь милевка удавшая такая, она ее стягивает и получается как шапка. Когда ее отпускаешь, получается как вот газная труба. Красную трубу я надеваю. В общем, использую как шар, как воротник. как шапку. На ночевке затягиваю верстни в части, использую как шапку. Там есть прорезь для воздыхания, потому что в автомобиле ночью я выключаю двигатель в автомобиле спать холодно, прохладно. Дело подогревается, а лицо все прохладно, поэтому эта шапочка невероятно удобная, комфортная, тем более у нее два значения. И используется для сна. И второе, вы наверное видели на видео вешал мест, где пассажер отправляет, мигает с парами. по радио пассажер 5 километров в час. Действительно сбываю, если там в раздольном в городе машинка на входе. У тебя далеко чистенько, там камеры по трассе стоят. Стоишь так, 50, и следом стоят машинки. Вот они уже двоих тормознули. так, продолжаю. Во-первых, я повторяюсь многократно на этих видео о своих комментариях. Но это опять-таки для тех, кто смотрит не стошняком, а вот именно фрагменты просматривает видео. Поэтому комментарии могут пропустить. Поэтому решение я дублирую многократно это. Значит, в дальнюю поездку, ну, по средней полосе России, но до уже дальше до до Ивкус до Улан-Удэ, сложно ехать безкоязненно, потому что инфраструктура АЗС более-менее развита, и они часто встречаются. Но начиная от Читы до Хабаровска, очень мало на ЗН, и я бы рекомендовал брать слабую канистру с запасным дополнительным топливом. Две точки, где более-менее гарантированно нужно заправиться на Читы в сторону Хабаровска. Это Черкашевск, это Семиозерный, в районе Ерофея Палыча и Сковородино. А так стоят на ЗН, но они или не функционируют, или только строятся. Ну, я думаю, что несколько лет эта проблема будет решена. Кроме того, кроме того, со стоянками и с моделями, ну, а праздник 57, довольно-таки ситуация напряженная. Их там явно недостаточно. Есть, появляются самопальные, ну, как самопальные, такие. Либо дремянок, что ли, на трассе кафе или пусеты. Ну, там я принимать пищу обославлюсь. Потому что, кстати, вот после Ерофея Палыча я бы не рекомендовал на трассе принимать пищу. Ни в коем случае. Я там дважды останавливался, дважды кушал, и потом меня полдня мучила изжога, просто невероятная. Дважды. Например, там, ну, и готовят. Девочки-то приятные, обаятельные. Но готовить не умеют, к сожалению. При приближении к большим городам интенсивность движения увеличивается. Если между городами так, или движение не тяжко, не малко, то у людей, городов, ситуация... Уважаемые господа чиновники, кто курирует дорожное строительство. Уважаемые господа дорожники, ремонтники, кто следил за состоянием дорог, трассы, гостей. Ну, сделаете все. Это хорошо, замечательно. Понимаем, что будет-то там тяжело как-то. Ну, если вы делитесь, то доводите это дело до ума, до конца. Ну, вы же видите, наверное, на видео, что вода от вода трассы нет. Все идет на дорогу, на трассу. Мало того, что ляпается стекло, ничего не видно. Приходится постоянно его обувать. Но не меняется эффективность сцепления с дорожным покрытием. Если уж делаете, так делайте, чтобы никто не привал и не показывал вашу скорую пальцу. Ну, это, наверное, классно. Отбивающего в пустыне. Чиновники такие видео не смотрят. Все, все на дорогу. Ничего, блин. Возьмите пример дорожников, строителей в Карелии. Много дороги сделаны. То, что загляденье, а не дорога. Загляденье, а не трасса. Там и паркировка, и второе качество дорожного полосна. И дренаж системы ввода от ввода. Там все это есть. Там ездишь в Сафангелии, вот на душу радуется, что есть такие люди, такие специалисты, которые делают дороги. Ужасный въезд в Новосибирск. Мало того, что дороги никакие. Плюс еще разная грязь, слякоть. Это просто ужасно. Еще и называется столица Сибири. Это должно быть. Вот он, Новосибирск. Во всей своей красе. Столица Сибири. К-Бэт. К-Бэт. Продолжение следует... 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 Чего дергаться, чего ждать Перед ней идет колонна, там, штук 10 Может даже больше У нас большая груза обойтись, а спустой какой Чтоб потом с тобой переться Но не это главное Можно соблюдать скоростной режим Блокировал одно Получается совсем другое Поэтому я не люблю заранее загадывать Старание планировать Спланировал На привал остановиться У Мотыльи Нович Теперь, дай бог Доехать Какой уют Смотреть уют Сейчас на пути Барабин Нужно потом далее Моя Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, сейчас будет шеллен Костяга и Сейчас, кстати, снова долго сделали Это был ремонт, много аварий было на ремонтах Куда-то не назад За участком дороги Системное наблюдение 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше у нас будет поваров Дальше у нас будет поваровываться Там заправка, стоянка, автобусы устанавливаются. Пассажиры, туристы там уходят, кушают, отдыхают. Там же баня прачечная. Но столовка там не очень, потому что они знают, что на протяжении столбих километров больше ничего нет. И водители автобуса тут не знают об этом по прошлому. То есть столовка тут избаловано обнимание, избалованное количество приехавших. Для обращения там, прием Советского Союза, у нас круга и одна. Поэтому постараюсь максимально приезжать на нашу коментарий, вот к этому месту. Вот, я начну с ней. В schemсяmontка. Так. «Где владел폰» Неприятно двигаться Неприятно двигаться Неприятно двигаться Если не двигаться просто Неприятно двигаться И проводить Надо будет пастошерам логить, обработать. Такая лёгкая судорога. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Вон газетка сейчас замчалась с окон Сразу видно, что была серьезная авария Рама деформирована Продолжение следует... Через 20 минут надо будет поменять карту памяти Карту памяти Карту памяти Комплей 470 Значит, до отеля Омич 400 Это много Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...